Кавказ это пороховая бочка и должно пройти много сотен лет, прежде чем ситуация изменится. Но самое интересное, когда Кавказ покоряли при царской России, то бомбы взрывали народовольцы, а не горцы. А сейчас наоборот. И мне кажется, что то поколение, которое выросло в Чечне, в Дагестане, резкое усиление влияния радикального исламизма, кстати, в Татарстане тоже, к сожалению, не оставляет нам надежд в ближайшее время что-то решить. Я понимаю, что там закачиваются огромные средства. Таким образом мы покупаем лояльность элит. Лучше. Я не знаю, оказывается, сейчас ведь самый благоприятный с точки зрения обстановки в регионе это Чечня. А уже там Дагестан, Ингушетия и так далее, другие, вот они как-то сейчас растут. Почему? Пришел очень сильный человек, который правовыми, неправовыми способами, ну, вопрос и решил. Да, поступают огромные деньги, но любой может посмотреть. Там мои друзья бывали в Чечне, я еще не был, но хочу съездить с концертами. Катя Леев говорит, вообще это фантастика. Грозный сейчас это там какой-то суперкрасивый европейский город. Да, деньги пришли, но их же не украли, а вложили в реальную там экономику. Конечно, не хватает рабочих мест. Не хватает. Да, я знаю, у меня есть друзья, которые воевали в Чечне. Они с обидой восприняли то, что дали Рамзану Ахметовичу, дали героя России, с обидой восприняли. С обидой восприняли, что те, против кого они воевали, занимают там должности милиционеров, служат в СВР и так далее. Да, многих людей вызывает законное возмущение, когда у нас проходят там чеченские, ингушские свадьбы со стрельбой и так далее. Когда под дулами пистолетов там гаишники пляшут, или когда демонстрируется там золотой стечки, на которой имеется законное разрешение на ношение оружия. Я думаю, что нету сейчас каких-то очень простых мер, которыми можно вот эту проблему решить. Есть огромное количество там вдов, людей, родственников, у которых погибли, погибли там родные и близкие, которые будут за это мстить, потому что есть там традиции горские, с этим очень трудно что-то сделать. Только вот такая кропотливая работа по созданию рабочих мест, по воспитанию. Вот эти дети хотя бы сейчас должны как-то воспитываться без ненависти к русским. Хотя я должен сказать, что тоже вот недавно посмотрел кадры, как захватили блокпост чеченцы, и это еще не знаю, какую первую войну, вторую, и просто как баранов режут всех подряд. Долго, с шуточками, с преобалуточками, конечно, в глубине души у любого русского человека тоже поднимается возмущение. Не знаю, есть, вот сказал там Жириновский, колючей проволокой огородить и все. То есть отменить фактически гражданин, это что значит? Это отделить от России и все. Если не сможет чеченец, ингуш или дагестанец приехать в Москву, спокойно здесь работать и жить, значит тогда он получается, что он не гражданин России, что он должен визу получать, чтобы приехать. Это исключено. Поэтому еще раз, простых мер нету, уйдет много лет, а с терроризмом надо, конечно, бороться. Надо брать пример с Израиля. Там тоже не сладкая ситуация, тоже под боком прям. Представьте, как у нас Чечня, он находился бы в Химках. Но они эффективно борются, да, там громких терактов уже давно нету. Полиция работает, там каждый водитель автобуса, да, он следит и понимает, что у него происходит. Кто у него зашел, что он там делает. Там исключено. Поэтому надо, конечно, есть радикальный способ взять оттуда, из Израиля, там тем более наши ребята же работают, взять на работу, пригласить там несколько тысяч человек, там полицейских, из спецназа по работе с антитеррором и так далее. Может, они у нас умеют что-то исправить. Поэтому, ну, я, поскольку я интернационалист, достаточно вспомнить слова из моей песни «Слава России» и татарины русские, и буряты евреи, и чеченец, и чукчий, и башкир, и карел. Все народы России будут вместе всегда, пусть горит над Россией надежда звезда. Я за то, чтобы все народы России жили дружно, помогали друг другу в трудную минуту, чтобы не было ни ненависти, не было унижения, да, чтобы все вели себя достойно. И если я приеду в Чечню с концертом, я не буду ходить по улицам Грозного, приставать к чеченским девушкам, я не буду стрелять из пистолета на его улицах. Поэтому я бы хотел, чтобы тоже молодежь, чеченская, ингушская, дагестанская, тоже била себя в Москве прилично, била себя прилично. И для этого старшие должны им разъяснять. И с моей точки зрения, если попало вот такое видео, возможности есть, то должен Рамзан Ахмедович, я не хочу ему советовать, он президент, но должен с этими ребятами проводить надо какие-то особые беседы. Знаешь? То есть надо жить в добре.